Настало время подвести информационные итоги рабочих будней в эфире неделя в Тагиле в студии Алла Кузнецова. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах. Реконструкция масла Дублера через реку Тагил на улице Красноармейская идет полным ходом. Однако у подрядчика возникли проблемы. Удастся ли сдать объект в срок до 15 ноября? В Нижнем Тагиле скоро начнут лечить хронический гепатит С. В городскую инфекционную больницу завезут уникальные препараты. Как они действуют и скольким тагильчанам помогут? Пожарные полицейские в городском дворце творчества юных приехали не для того, чтобы спасать тагильчан, а рассказать детям о правилах безопасности. Как прошла встреча и что нового узнали ребята? Старт отопительного сезона и программа капитального ремонта домов. Эти темы обсудим в рубрике «Прямая речь» с первым заместителем главы города Владиславом Пинаевым. И в начале программы о событиях пятницы. Реконструкция моста дублера через реку Тагил идет полным ходом. Как справляются подрядчики сегодня проверил исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев. Есть ряд проблем. Как следствие отставания от графика на 11 дней. Подрядчик утверждает, что они не могут завозить материалы и начинать работы. Надо выемку делать до 80 сантиметров грунта. Не могут пока не завезутся полностью балки. Потому что балковозы не смогут пройти по этой дороге. Поэтому бетоновозы они пройдут, они работу начнут. Но я говорю, сейчас нужно техническое решение. Сейчас будем искать, когда дело все исправлять. Финансовых вопросов пока не возникает. Деньги из области поступили, а балки заказаны уже на складе. На следующей неделе их должны завести на стройплощадку и смонтировать. На месте продолжается очистка русла. На сегодня есть опасения, что в срок сдать объект подрядчик не сможет. Совместно с мэрией пытаются найти пути решения проблемы. Напомню, временный мост должен быть построен согласно контракту до 15 ноября. Капремонт многоквартирных домов через месяц обещают завершить тагильские подрядчики. На какой стадии работают сейчас, показали исполняющему полномочия главы города Владиславу Пинаеву. Подробности в сюжете Анны Хабаровой. На технической 10 работа кипит. Леса практически все уже сняты. Покраска фасадов на завершающей стадии. Идеальную картину портит единственная проблема. Трубы канализации ведут в тепловую камеру. Водоканалы Тагилэнерго в курсе ситуации. Решают вопрос на месте. В соседнем дворе ситуация похожая. У рабочих ни одной свободной минуты. Но Кутузова-10 к отопительному сезону успели так же. Система теплоснабжения установлена новая. Жители такому положению дел не нарадуются. Прямо с энергией с такой работают. Все делают хорошо. Молодцы ребята. Мы довольны. Долго мы ждали. Очень долго. Я вот тут живу 47 лет. Такого чуда не было. Еще один положительный пример – дом на Октябрьской революции. Над всеми тремя объектами, не покладая рук, работу ведет тагильская компания. Зао «Стройкомплекс». Владиславу Пинаеву пообещали закончить к 15 октября. Есть вопросы, возникают в процессе. Есть вопросы к фонду опять же. Наверное, ввиду недостатка специалистов, решения принимаются не так быстро, как хотелось бы. Но тем не менее, понимание есть, взаимодействие есть. Я думаю, что по всем возникающим вопросам решения будут приняты в ближайшее время. Капитальный ремонт многоквартирных домов, согласно контракту, должен закончиться 1 декабря. Анна Хабарова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Геннадий Демьянов покинул пост главы Тагилестровского района. Сегодня его чествовали в администрации города. Так совпало, что именно 18 сентября его фактическая дата рождения, а не 16-я, как указано в документах. «Слава благодарности всем вам за ту огромную помощь, которую я постоянно чувствовал. Потому что быть главой района – это не так просто. Самый крупный, самый тяжелый район. Но я считаю, что вместе с вами, то, что мы намечали, у нас все получилось. Город стал чище и краше. Это наглядно видно, это все гости города отмечают. Поэтому еще раз большое спасибо всем вам». Геннадию Демьянову исполнилось 67 лет. Главой Тагилестровской администрации он проработал 14 лет. Исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев вручил Демьянову благодарственное письмо и памятную медаль за вклад в развитие Нижнего Тагила. Сейчас обязанности главы района исполняет Геннадий Классен. Геннадий Классен. Сейчас на учете в городской инфекционной больнице состоит около 1600 пациентов с хроническим гепатитом. «На базе нашего дневного стационара стартует новый вид лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом. Мы запускаем новую технологию. Это применение противовирусных препаратов в качестве комбинированной противовирусной терапии для пациентов с установленным генотипом вируса С». Получать препараты пациенты будут бесплатно. Уже подготовлена первая партия из 20 комплектов таблеток и инъекций. К концу года врачи планируют включить в программу всех больных. Курс лечения 6 месяцев. Доказанная эффективность превышает 90%. Критерием отбора пациентов на начало противовирусной терапии, помимо фазы установленной репликации, то есть обнаружения РНК вируса в крови, является еще и степень фиброза ткани печени. Степень фиброза печени – это степень трансформации обыкновенной печеночной ткани и замещения ее соединительной тканью. Уникальный аппарат в инфекционной больнице работает уже год. Он заменяет болезненную процедуру пункции печеночной ткани. Через несколько минут пациент узнает результат исследования. Врачи напоминают, гепатит С – один из самых опасных среди вирусов. В основном путь передачи – кровь в кровь. Реже можно заразиться половым путем. В принципе, кто ходит в медицинские учреждения за какими-то манипуляциями инъекционными, кто часто переливает кровь, гемодиализ, стоматологические кабинеты, пирсинг, татуировки – все это очень опасно. Антон Исаев, Павел Охотников, Егор Игошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». И к другим темам. Нижний Тагил посетила комиссия во главе с заместителем начальника областного главного управления МЧС России Евгением Шабалиным. Прошла проверка того, как организована работа по вопросам гражданской обороны, предупреждение ликвидации чрезвычайной ситуации, пожарной безопасности, безопасности на воде. Смотрелась система работы, вот именно как администрация данную систему выстроила в этом направлении. Конечно же смотрелись документы, функциональные обязанности, то есть опрашивались люди непосредственно, проверялись планы, и соответственно оценка выставлялась вот именно как муниципальное образование готово к этому направлению. Инспекция коснулась администрации города, единой дежурно-диспетчерской службы, муниципального центра защиты населения и территории, а также 13 спасательных служб. По результатам в целом оценка оказалась положительной. Был отмечен высокий уровень подготовки руководителей и специалистов. Устранение отдельных выявленных недостатков позволит сделать работу еще более эффективной. Пожарные полицейские в городском дворце творчества юных приехали не для того, чтобы спасать тагильчан, а рассказать детям о правилах безопасности. Как прошла встреча и что нового узнали ребята, расскажет Дарья Хнычкина. В каком из этих мест пешеходу разрешен выход на проезжую часть? Пять вариантов ответа, но нужно выбрать только один. Ответить на вопросы викторины ребятам из 32-й школы по силам, даже самым маленьким ученикам уже давно известны правила поведения на дороге. Но вспомнить их, говорят в городском дворце творчества юных, не помешает. Сегодня здесь день безопасности. С детьми поговорили не только о ПДД. Ответили на вопросы по антитеррору, как вести себя при пожаре. Огнеборцы познакомили малышей с машиной спасателей и полной экипировкой. Также ко встрече со школьниками присоединились полицейские и их служебно-сторожевые собаки. Вот теперь она вечно докладывает полицейскому, чтобы свою работу выполнила. Такие интересные уроки безопасности для детей во дворце проводят не в первый раз. Сейчас, говорят, когда учебный год только начался, это особенно необходимо. Такие мероприятия, конечно, стоит проводить. Они проводятся и в школах, но как уже подведение итогов обучения, вот данное мероприятие именно в рамках городского дворца, это, я считаю, наиболее правильный и наиболее успешный опыт. Встреча и правда не прошла даром. Малыши в хорошем настроении и, главное, получили полезные знания. Я узнала, что есть такие собачки, которые находят бомбу. Что нельзя трогать вещи, которые на полу сейчас такие яркие, все красивые. И нельзя трогать ничего. Дарья Ахнычкина, Игорь Харьков, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Наша программа продолжается. Впереди тематические рубрики «Обзор событий недели» и «Прямая речь». Гостем студии будет исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Говорить будем в первую очередь о старте отопительного сезона и программе капитального ремонта домов. Оставайтесь на Тагил ТВ. Магазин «Механика» представляет. 26 сентября в 12 часов. Гора Долгая. Самое зрелищное шоу сезона. С участием лучших пилотов Урала «Дрифтворс». Шоу-программа «Дрифт-такси». Подарки от спонсоров. Урал. Контракт дня. Топливо победителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неделя в Тагиле продолжается. В студии Алла Кузнецова и настало время вспомнить, что изменилось в Нижнем Тагиле за последние пять дней. Самые значимые и интересные темы недели в обзоре. Отопительный сезон стартовал в понедельник в Нижнем Тагиле. Согласно постановлению главы города, по традиции, сначала тепло получили учреждения социальной сферы. В выходные завершила свою работу 10-я международная выставка вооружения «Раш Армс Экспо». За четыре дня ее посетили более 50 тысяч гостей. В выставочных павильонах работали более 400 экспонентов. Представили последние достижения в оборонной промышленности, инженерии, городской среде. Стенд Нижнего Тагила был представлен сразу шестью масштабными проектами. Россияне выбирают народного участкового. Первый этап конкурса начался. Онлайн-голосование открыто на сайте Главного управления МВД области. Среди претендентов на звание участковый 21-го отдела полиции Сергей Бей. На грани срыва капитальный ремонт некоторых многоквартирных домов в Тагиле стоит на месте. Об этом неоднократно заявляли жители. Во вторник в этом лично убедился исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев. Город готов принять самые жесткие меры к недобросовестным подрядчикам. Лучшие слесаря экип нашей области собрались на Уралхимпласти. Там прошел традиционный конкурс профмастерства «Славим человека труда». По итогам двух этапов лучшим признан тагильчанин работнику ХП Константин Мелентьев. Бесплатные занятия боксом для детей стал доступен этот вид спорта в современном зале. Он находится в поселке Сухоложске в здании бывшей трикотажной фабрики. Открылся благодаря инициативе тагильчанина Антона Шомина. Пожар в детской поликлинике номер 4 на улице Балакинская, к счастью, в среду был учебным. Эвакуировали медперсонал и пациентов. Медики справились с заданием на отлично. Найти работу в условиях кризиса сложно, особенно для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Специально для старшего поколения. Центр занятости организовал ярмарку вакансий. Ветераны очаровывают публику. В городе стартовали районные этапы конкурса «Осеннее очарование». За выход в финал борются десятки певцов и танцоров. Искоренит сибирскую язву. В нашем городе собираются ветераны. Сейчас проводится традиционная осмотра и вакцинация домашнего скота. Обследуют коров, овец и лошадей. Огнеборцы просят помощи у прообраза Божьей Матери, неопалимой купины. Накануне был День покровительницы пожарных. В честь праздника сотрудники МЧС и священнослужители собрались на Лисий горе, чтобы благословить город и оградить его от бед. Аллея детей войны появилась в Нижнем Тагиле. Дубовую аллею высадили ветераны на проспекте Ленина. 27 дубков они вырастили сами. На очереди рубрика «Прямая речь». Гостем студии будет исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Говорить будет в первую очередь о старте отопительного сезона и программе капитального ремонта домов. Нашу программу продолжает рубрика «Прямая речь». И сегодня гость нашей студии, первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. Здравствуйте, Владислав Юрьевич. Здравствуйте. Владислав Юрьевич, наверное, с одной из актуальных тем недели начнем старт отопительного сезона в понедельник. Согласно постановлению главы города, начался в Нижнем Тагиле отопительный сезон. Расскажите, как ресурсоснабжающие организации подготовились к этому? В изделии уже пущено тепло. Действительно, мы в понедельник в соответствии с постановлением главы города начали отопительный сезон в Нижнем Тагиле. Несмотря на то, что температурный режим был немножко более, скажем так, теплый. Тем не менее, как вы видите, погодные условия поменялись. И хорошо, что мы вовремя его начали. На самом деле, полностью все графики, которые были составлены, которые являлись приложением к данному постановлению, они выполняются. Есть небольшие, скажем так, отклонения, но они связаны с порывами на теплотрассах. На сегодняшний день у нас есть некие проблемы в Дзержинском районе на пятисотке. Но на сегодняшний день Горэнерго доложили, что все утечки будут устранены сегодня до конца дня. Поэтому все объекты социальной сферы, школьные, дошкольные учреждения, культуры, больницы, все подключаются в соответствии с графиками. Еще раз повторюсь, есть небольшие отклонения, это в частности Карла Марса 36. Такие небольшие порывы на теплотрассах, которые, еще раз повторюсь, устраняются. Плюсом ко всему, порядка 93% многоквартирных домов уже подключено. Секрета ни для кого нет, что есть дома, которые находятся без управления, которые по итогам конкурсных процедур не выбраны управляющими компаниями. Поэтому я бы хотел заверить жителей, что вне зависимости, есть у них управляющая компания или нет, эти дома все равно будут подключены к теплу, и все моменты будут устранены. Есть, конечно, жалобы от жителей некоторых домов. Это, наверное, как раз те, которые попали в эти 7%, где только идет этот процесс подключения тепла. Нет отопления также в тех домах, где сейчас идет капитальный ремонт по региональной программе. Расскажите, как вот этот вопрос будет решаться? Есть, там тоже небольшие проблемы, скажем так, с теми подрядчиками, которые были отыграны фондом. Не так давно на этой неделе я выезжал на вагоностроителей 13. Дом не только там, на доме не приступили к ремонтным работам и не приступили не к ремонтам системы отопления. Сказать должно, наверное, что дом к теплу подключен, вне зависимости от того, что подрядчик не приступал к работам. Это не есть хорошо, у нас еще кроме него 7 домов находятся таких, работы на домах заканчиваются. Вот сегодня я проеду где-то, наверное, после 3 часов, посмотрю, что делается на северном поселке и в центре города. Потому что, еще раз говорю, немножко, если так можно выразиться, подрядчик задержали с выполнением работ. Хотя, хотел бы напомнить, что все работы по системе отопления должны были быть закончены до 1 сентября текущего года. Отклонения есть, но ситуацию мы держим на контроле. Я думаю, что в момент наступления температурных графиков, все дома, которые находятся в городе, будут подключены к системе теплоснабжения. Непростая вообще эта тема, капитальный ремонт домов. Вы постоянно бываете на местах, контролируете ситуацию. Вот на проспекте вагоностроители были на этой неделе, там подрядчик даже не приступил к ремонту, не смогли до него дозвониться. Это «Стройдора», компания из Верхней Пышмы. Расскажите, какие меры могут быть приняты в данной ситуации? Мы с управлением жилищно-коммунального хозяйства немножко поменяли формат выездов на такие дома. Это не проходит они в форме совещания, как это было раньше. Не приглашаются туда соответствующие исполнители работ. Мы просто приезжаем на дом и смотрим, каким образом выполняется капитальный ремонт. Беседуем со старшим соответственным мастером, беседуем с жителями дома, беседуем с представителями управляющей компании, если они там в этот момент находятся. Но самое важное для меня – это мнение жителей. Конечно, удивительно было «Новогоностроителей-27». Приступило три дня назад, уже четыре дня назад к выполнению работ суподрядной организации. Приятно было слышать, что вне зависимости, что графики сорваны, что сроки затягиваются, жители были довольны работой. Но это практически единичный случай в «Новогонке». Еще раз, северный поселок и в «Новогонке» у нас некая такая больная тема, на которой действительно необходимо вмешательство. Мы свое мнение на эту тему уже сказали. Первый его выразил глава на совещании, которое проводили совместно с региональным фондом. Потом было принято решение, как вы знаете, выехать на место. Но после выезда все тоже знают, что получилось. Это действительно один дом вообще оказался, там никого нет. В втором доме все затянуто. Система отопления до сих пор, хотя они обещали исправить полностью, закончить все работы. Два дня назад она так и не была закончена. Поэтому опять осталось с обещаниями. На сегодняшний день, да, мы действительно будем ставить вопрос о расторжении контракта с данной компанией. И по действующему законодательству, по положению регионального оператора, ей должна стать вторая компания. Не знаю, но еще раз повторюсь, мы не сторонники каких-то карательных мер. Самое важное для нас, чтобы в городе те работы, которые ведутся в рамках капитального ремонта, они выполнялись и в срок, и качественно, и нареканий жителей возникало как можно меньше. К большому сожалению, сегодня мы наблюдаем другую картину. Хотя есть положительный пример, это в центре города. Вот, действительно, там есть на что посмотреть. Есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Они несут положительный момент, это то, о чем говорилось, это архитектурные формы, это балконы, балясины. То есть приступили, где-то балконы полностью реконструируются. Поэтому сегодня съездим, посмотрим тоже и хорошие моменты в этом деле, чтобы не обращать внимания только на один негатив. Но есть же и фасадные работы, работа на кровле, не уйдет ли это все в зиму? Ведь погодные условия могут не позволить, если графики уже сорваны. Либо они перенесутся на следующий год тогда. Вы абсолютно правильно заметили. Если действительно будет расторжение договора, то, я так понимаю, опять же, в соответствии с положением, вторая организация, которая была по конкурсу, если такое произойдет, она зайдет, то сроки работ по фасадам, вполне возможно, по реконструкции крыш, они будут перенесены на следующий год. Потому что надо включать здоровый смысл, невозможно фасады делать зимой, невозможно делать при отрицательных температурах, чтобы мы потом с вами наблюдали на следующий год. Да, существует 5 лет гарантии, но наблюдали облезные фасады, это, в принципе, никому не надо. Поэтому лучше подождать полгода и сделать это качественно, в сроке и надолго. Ну, в основном, те претензии, о которых мы с вами говорим, касаются все-таки компании из Верхней, Пышмы, тагильчане, тагильские подрядчики более ответственно подходят к своей работе. Получается, да. Хотя вопросы тоже возникают, никто не бывает. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, поэтому в рабочем порядке мы эти претензии постараемся каким-то образом нивелировать совместно с подрядчиком. А вот по Стройдуру действительно ситуация по вагонке произошла далеко не самым лучшим образом. Ну, администрация города будет контролировать все-таки до конца этот процесс. До самой приемки этих работ, где в приемке будут участвовать и жители также? Там будут участвовать жители, наверное, в лице старших по домам, там будут участвовать управляющие компании, там будем участвовать мы. И еще раз повторюсь то, о чем говорил Сергей Константинович на этом совещании, что мы не поставим свою подпись под теми работами, которые нам неизвестны. А я хотел бы отметить, что акты скрытых работ должны быть готовы на те работы, которые потом действительно будут уже невозможно будет проверить. Если таковых актов не будет, не будет стоять подписи тех людей, которые будут отвечать за то, что сделано. Я думаю, что такие работы мы принимать просто не будем. А вы уже не раз говорили о том, что сами собственники жилья в первую очередь должны контролировать этот процесс, ход работ. Если они выявляют, видят какие-то недостатки, недоделки, куда им обращаться? В управление городской ЖКХ? Получается, что обращаются все жители к нам, хотя стоит отметить очередной раз, что ко всем этим процедурам мы как такового отношения не имели. В общем-то полностью ответственность несет региональный оператор. Это были все конкурсные процедуры, проведенные именно ими. Поэтому обращаться, наверное, в региональный фонд. Но еще раз говорю, мы от этого не дистанцируемся. И, в общем-то, стараемся на месте решать все вопросы, которые возникают. И на данный момент сейчас, Владислав Юрьевич, вы исполняете полномочия главы города. Поэтому давайте немного поговорим об объектах, которые сейчас реконструируются, строятся в городе. Сегодня провели совещание на месте строительства моста на улице Красноармейской. Расскажите, на каком этапе там работы укладываются или в срок подрядчики? Немножко мы отстаем. Сейчас порядка 11 дней идет отставание от того графика, который представлен. Вы знаете, что окончание строительства моста намечено на 15 ноября текущего года. Мы его в любом случае закончим. Однозначно будут приняты некоторые технические решения новые. Да, действительно, чем покрывать это? Либо асфальтовое покрытие, либо бетонное будет. До конца, либо на следующей неделе будет принято окончательное решение. Там, помимо всего прочего, возникает еще окончание капитального ремонта улицы Красноармейская со стороны Красного Камня. Со стороны центра города оно практически уже закончено. Поэтому Тагилдрустрой взял на себя обещание. Действительно, все работы будут закончены в срок. Часть участка там также находится за стройдором, победителем конкурса по данному проекту. Поэтому паралеты укладываются, работа ведется. Ждут они 50-тонный кран, который позволит им начать укладку до конца. Я думаю, что пока все идет в рамках, действительно, можно посмотреть, каким образом и где мы можем наверстать. И такая задача подрядчикам поставлена. Где мы можем вот эти дни, а в конце сезона это очень важные дни. Поэтому я думаю, что все справимся и все будет в рамках тех договоренностей, которые оговорены контрактом. С финансированием все в порядке. Поступили средства из области? С финансированием все в порядке. На сегодняшний день те 200 миллионов на дороге и на строительство моста поступили. Поэтому с этим вопросом проблем нет. Давайте поговорим о завершении работ на набережной Тагильского пруда. Она уже открыта для тагильчан. Ходят, прогуливаются, фотографируются. Но тем не менее, работы еще ведутся завершающие. Расскажите, на какой срок намечено открытие, полное открытие уже официальной набережной? Предварительно главой города согласовано начало октября. Я думаю, что по его выходу из отпуска дата будет окончательно утверждена. Сегодня мы заканчиваем центральную часть, заканчиваем укладку плитки. Поэтому должна быть, более того, ко вторнику закончена полностью укладка лотков. Чуть выше там, в районе Ротонды. На сегодняшний день Тагилграждан проектом предложены некоторые варианты дальнейшего реконструкции строительства. Это в районе УБТ-отеля и Жемчужины. Потому что там у нас такой небольшой клочок. Вчера на этой теме мы тоже останавливались. Поэтому я думаю, что надо там и подпорную стенку, каким образом ее сделать, каким образом сделать ту часть, которая уже ближе, скажем так, к Горошникову прилегает. Вот помимо, параллельно всего, ведутся работы по прокладке сетей в районе Цирка. Они также должны быть в ближайшее время закончены. И до 1 октября мы уже должны полным ходом приступить к окончанию строительства, скажем так, не строительства, а укладки асфальта на улице Горошникова. Чтобы полностью ее соединить с Красноармейской. И, скажем так, вот этот весь клочок, он был полностью закончен сам по себе. Поэтому, более того, приступают они с сегодняшнего дня, начинают уже к очистке центральной части, там, где остались остатки песка. Полностью это все будет убрано, поставлены скамейки, как в нижней, так и в верхней части. Поэтому потихонечку будем готовиться к открытию этой части набережной. Ну, вечером, что там происходит, все прекрасно видят. На самом деле свет горит, вот, народа очень много, поэтому приятно, что то, что намечено, востребовано и действительно воспринимается очень хорошо. А на набережной находятся несколько заведений общественного питания, у них свои сроки открытия, да? Да, основная задача глава, которую поставил перед, скажем так, владельцами данных зданий, вот, это окончание общестроительных работ. То есть, чтобы нам потом не раздавить большегрузным транспортом ту плитку, те газоны, которые уже сделаны, которые будут полностью закончены. Вот, поэтому все основные работы фасадные будут закончены, останется внутренняя отделка. Вот, ну, там существуют свои графики, в зависимости от финансирования, то есть, владельцы будут открываться. Ну, сейчас основная задача все-таки сохранить все это сделанное, потому что и к нам обращаются тагильчане, есть уже те, кто пытается что-то нарушить, там, благоустройстве. Это и велосипедисты ездят по газонам, и скейтеры продолжают кататься, несмотря на запрещающие знаки. Есть ли видеонаблюдение на набережной, как вообще охраняется она, и вообще как избежать вот таких случаев вандализма? Видеонаблюдение на набережной будет однозначно, более того, у нас есть договоренности с казаками, которые также будут выставлять патрулирование, вот, есть договоренности с межмуниципальным управлением. На первое время, конечно, наверное, будут там все-таки некие усиленные меры безопасности, вот, чтобы нам сохранить то, что сделано. Вот, а на самом деле я хотел бы сказать, что, что все-таки менталитет меняется. Вот то, что красивое, все-таки все пытаются его сохранить. Да, наверное, не всегда это удается, но тем не менее, большинство людей стало понимать, что эта красота, которая на сегодняшний день делается, это делается уже надолго. Вот, поэтому это необходимо сохранять, я думаю, что, в принципе, и горожане, и те, кто там отдыхает, они будут бережно относиться к тем делам, которые были проделаны, и вот, сохранять те материалы, те скульптуры, которые там находятся. Хорошо, и к другой теме. На прошлой неделе отгремела выставка вооружения, юбилейная, десятая, стала она не только для предприятия обороны промышленности, результативной, но и для самого, для города, для администрации города был заключен ряд соглашений, и одно из таких важных, это по строительству очистных сооружений Верхневыйского гидроузла с венгерской компанией. Тема эта для Тагила очень актуальная, потому что и в последнее время очень много жалоб, нареканий на качество питьевой воды. Расскажите в целом о соглашении и, возможно, какие первые шаги будут приняты в его реализации. В принципе, по этому соглашению мы работали на протяжении порядка 4-5 месяцев, когда прошла первая встреча с полюской FT-компанией, такая венгерская компания. Вот, они, в свою очередь, переговорили проговоры с венгерским экспортным банком на возможность финансирования. Мы прорабатываем возможность заключения концессионного соглашения, на самом деле. Очень тесно специалисты водоканала нашего с ними поработали, показывали те начало, скажем так, даже не сказал бы, очистные сооружения, которые на Верхневыйском водохранилище находятся, а вот то, что там есть, я вот так бы выразился на сегодняшний день. Поэтому сегодня прорабатываются уже экспертами и специалистами решения, какие можно применить современные материалы в данном случае, какие новые технологии можно было бы применить в случае заключения действительного контракта. Но самый главный вопрос, который вы затронули, это, на самом деле, качество воды сегодня. И вот это соглашение, это, наверное, становится еще более актуальным. Это и водоводы, это та авария, которая перед выставкой произошла у нас на водоводе от Черноисточинского водохранилища. Вот, слава богу, что все обошлось, специалисты водоканала отработали достаточно хорошо. Город практически не заметил, там, в случае только гальянки, где немножко упало давление на верхних этажах, но представьте, что могло случиться, если бы в период проведения выставки мы бы оставили полгорода без воды. Вот, это все то наследие, которое есть, поэтому, мало того, что такие моменты безопасности существуют, еще и качество воды. Вот, на сегодняшний день до сих пор все мы разбираемся и неоднократно встречаемся постоянно, что же произошло с одним из показателей, да, качества воды. То есть, если микробиология, слава богу, у нас на месте, то градус цветности такой есть показатель состояния воды, который именно влияет на ее цвет. Вот, в центральной части города у нас практически бежала одно время коричневая вода, сейчас ненамного это улучшение произошло. Пока никто из специалистов сказать не может, откуда взялось это облако, почему вода, которая забирается с 16 метров, которая хлорируется, она все-таки не меняет свой цвет, хотя позитивные изменения есть, но тем не менее. Усугубила ситуация еще с горячей водой, после того, как был начат отопительный сезон, опять же, секрета ни для кого нет. Ежегодно возвращаемся к этой проблеме, то есть, управляющими компаниями не промывается система отопления. Вот, и в итоге первая вода, которая идет горячая, она бывает достаточно грязного цвета. Наверное, где-то есть недопущение у ресурсников, наверное, там те требования, которые предъявлены к водоводам, которые должны содержаться под давлением постоянно и наполненной водой, но не всегда так есть, по тем или иным причинам, еще раз говорю, как субъективными, так и объективными. Вот, водоводы находятся без воды, когда туда поступает вода, в общем-то, та смесь, которая накапливается на стенках, она попадает там в дома. Наверное, это ряд факторов, но тем не менее, как бы над этим надо работать, надо закупать новые реагенты, промывать системы хорошие и сдавать их ресурсников и готовить дома уже более тщательно. Вот эти все факторы есть, к сожалению, не присутствуют, поэтому... Ну, главное, что на контроле ситуация находится, да, с качеством воды. Ну, вот я повторю, сейчас немножко ситуация стабилизировалась, скажем, все равно, да, есть проблема, есть, но тем не менее, водоканал полностью произвел отбор проб со всех рек, которые впадают в Верхний Выиский пруд. Поэтому посмотрим, какие будут результаты анализов. Наверное, вполне возможно, ведь и паводковая ситуация в этом году несколько, не сказать, чтобы серьезно, но тем не менее, уровень воды везде выше, вот, реки все переполнены. Поэтому, наверное, вполне возможно, из каких-то притоков могло принести ту смесь, которая повлияла именно на этот показатель. Поэтому над этим вопросом работаем, но еще раз повторюсь, что более актуальным становится строительство хороших очистных сооружений именно с Верхневыиского. Мы бы полностью обезопасили себя, мы бы подстраховались уже с двух водозаборов и могли бы в какой-то момент, в период времени, там, так и иначе, логировать, там, те или иные моменты. Ну, это уже основная задача, наверное, будет следующего, 2016 года. Я думаю, что это будет задача уже не только 2016 года, это будет задача последующих лет, потому что цена вопроса очень высокая, там, только на первом этапе порядка миллиарда рублей. Вот, и надо действительно искать те программы, федеральные программы, куда мы могли включиться и решить эту проблему. И даже выделение средств, это тоже не в одной части, это действительно должны быть новые технические решения, не старые, да, прудостойники, которые там существовали много, многие десятки лет. А действительно новые технические решения, которые позволяют крупным городам держать хорошее качество, скажем так, и питьевой воды, и технической воды, которая течет в наших рынках. Ну, будем надеяться, что все получится, потому что на начало уже положено, соглашение заключено. Спасибо вам, Владислав Юрьевич, за беседу, остается только попрощаться. Спасибо вам, до свидания. А мы не прощаемся, новости спорта на очереди, буквально через пару минут, не переключайтесь. Умники и умницы выясняют спортивные отношения. В филиале ОРФУ стартовал 11-й международный мемориал памяти почетного президента шахматной федерации Евгения Зудова. Долгое время он возглавлял Нижнетагильский вуз. В третий раз турнир проводится в статусе этапа Кубка России. В этом году география турнира расширилась. На соревнования приехали шахматисты из 17 регионов России и ближнего зарубежья. Среди участников 11 гроссмейстеров и три международных мастера. Самому младшему участнику 9, самому возрастному 75. Шахматистам предстоит сыграть 9 партий. Имя чемпиона станет известно уже в эти выходные. Михалина Лысова возвращается на лыжню. Четырехкратная паралимпийская чемпионка приступает к тренировкам после рождения сына. Недавно Демиду исполнилось 2,5 месяца. Напомню, семья спортсменки живет в Нижнем Тагиле. Муж биатлонистки Дмитрий Шульга в прошлом выступал за сборную Украины, был призером этапов Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону и участником паралимпийских игр в Сочи. Сейчас он оформляет российское гражданство. Поменял Дмитрий и вид спорта. Перешел в легкую атлетику. Тагильского вратаря осудили за наркотики. Игрок-юниор спутника Владислав Абресков был замечен в ранении запрещенных веществ. Напомню, 13 апреля 22-летний хоккеист заказал курительную смесь в одной из социальных сетей. Наркотик забрал из тайника закладки на территории одного из гаражных массивов города Усинск. Парня поймали со спайсом сотрудники наркоконтроля. В своем преступлении хоккеист признался и получил три года условно с испытательным сроком – три года, а также штраф – 30 тысяч рублей. В пресс-службе хоккейного клуба эту информацию никак не комментируют. Тагильский боксер стал призером первенства мира. Воспитанник спортшколы «Спутник» Дмитрий Фоминых занял третье место среди юниоров до 17 лет в Санкт-Петербурге. К слову, он выступал в самой тяжелой категории. Для мужчин это достижение уникальное. Раньше таких успехов на статусном турнире добивались лишь женщины – Ирина Потеева и Вера Слугина. В рамках первенства мира наш боксер провел четыре боя. Уверенно одолел соперников из Ирландии, Марокко и Украины. В полуфинале Дмитрий встретился с оппонентом из Азербайджана. Таковы итоги недели. Главных спортивных событий города расскажем в понедельник. Анна Хабарова, Егор Егошин, новости спорта Тагилтв. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Такой была неделя в Тагиле. И мне лишь остается напомнить. Вы можете стать соавторами нашей программы. Если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefestv.ru. Смотрите нас на круглосуточных каналах Тагилтв, в сетях МТС, Ростелеком, сети Тагила Конвекс. Новости выходят в 23.00, 3 часа ночи, 7 утра и 12.30. Всего доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова